Тимофей Пронькин занимается прыжками на батуте шестой год. Родители отдали мальчика в секцию спортивной школы ИКАР, чтобы направить его детскую активность в правильное русло. За годы обучения Тимофей неоднократно занимал места на региональных и городских соревнованиях по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе. На чемпионате и первенстве Нижегородской области Тимофей также показал отличные результаты и взял золото в своей возрастной группе. Перед этими соревнованиями были еще и городские. И даже на городских соревнованиях я прыгал комбинации лучше, чем на этих. Мы их облегчили, поэтому готовиться было неделю всего лишь. И не особо усилие затратил. У меня было мало соперников, в том числе из моего города. А еще я был спокойным и вообще не волновался. Мария Шабурова занимается в секции прыжков на батуте 7 лет. Как признается девушка, с самого начала акробатика зацепила ее красотой и ощущением экстрима во время выполнения элементов. Мария – неоднократный участник областных соревнований. На чемпионате и первенстве Нижегородской области батутистка заняла первое место. В планах у девушки – выполнить разряд кандидата в мастера спорта. Физически я начала усердно готовиться где-то в начале-середине ноября месяца. А морально я особо даже не готовилась, потому что это не первый опыт. Я себя никогда не настраиваю на победу, потому что обычно, когда я так делаю, у меня ничего не получается. Поэтому я настраиваю себя на то, что мне нужно просто хорошо выступить. Более 30 спортсменов спортивной школы ИКАР выступили на чемпионате и первенстве Нижегородской области по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Многие батутисты поехали на выездные соревнования впервые. Традиционно с Нижнего Новгорода спортсмены секции прыжков на батуте приехали с целой россыпь юноград в разных возрастных категориях и новыми спортивными разрядами. Сначала у меня получалось, потом некоторые я бывало, что я заваливала. Ну, теперь вот, получила результат. Цель – побеждать всегда, занимать места призовые. Ходила на тренировки, разговаривали, обговаривали, как делать все, какие комбинации, элементы. Чемпионаты первенства Нижегородской области – последние соревнования для батутистов в уходящем году. 2022-й стал для спортсменов насыщенным на участие в соревнованиях различного уровня, победы и серьезные результаты. Это личные результаты выше были. У нас вот и округ выиграли, мальчики там все первый, второй, третий заняли в личном. Постарались в финал, все вошли, 4 человека. Чемпионкой стала у нас Давыдова Тамара на округе в этом году. Чемпионка округа в индивидуальных прыжках на трамплине. По мастерам выступала. Следующий состязательный сезон батутисты откроют в новом году. В феврале спортсмены будут защищать честь города на соревнованиях Приволжского федерального округа в Оренбурге. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.